Велоинспекция гусарской баллады прошла 24 мая. Тогда местные жители обозначили немало проблем в разных сферах. От ЖКХ до благоустройства и транспортной доступности. К каждой просьбе сотрудники администрации отнеслись с особым вниманием. Все внесли в протокол. У нас было 41 поручение по разным профилям, где в разных статусах сейчас отработка со стороны профильных служб и заместителей. На очередном совещании подводят промежуточные итоги, чтобы выяснить на каком этапе исполнение поручений. Одно из них – организовать маршрут общественного транспорта от гусарской баллады до Одинцовского парка. Ответ от управления транспорта уже есть. Это коммерчески необоснованно. А вот доступность станции МЦД Внуково улучшить можно. Мы занесем сегодня в протокол. Ваши пожелания, что до станции МЦД посмотреть, возможно, нет, закольцевать маршрут, чтобы Соколовская заходила мимо в гусарскую балладу по Можайскому шоссе и следовала на МЦД. Впрочем, и вопрос с доступностью парка тоже еще рассмотрят. Например, изучат возможность запустить маршрут в выходные дни, когда желающих погулять на свежем воздухе больше всего. По-прежнему беспокоят местных жителей вопросы ЖКХ и благоустройства. По их словам, если раньше затапливало только Гвардейскую 9, то теперь похожая ситуация и по другим адресам. У нас параллельно возникла и ситуация с двумя домами по улице Триумфальная, 12 и Гвардейская 15. К сожалению, вопрос очень остро стоит с передачей в надежные руки наружных сетей хозбыт канализации и, соответственно, двух КНС, потому что они нас просто лихорадят. Проблема не только в работе управляющей компании, но и в Ливневке. В течение ближайших двух лет их модернизируют, подчеркнул глава округа, причем не только в Гусарской балладе, благодаря участию в госпрограмме. У нас таких нескольких точек. Первое, естественно, Гусарская баллада, самое большое потопление. Это у нас микровосточный, извини, это ракетная и туннель для Гусарской баллады. Дорожники тоже такое поручение получили. Над организацией дорожного движения в микрорайоне тоже уже работают. В планах и новое покрытие, и ливневки, и дополнительные съезды. Но сначала нужно дождаться, когда эта земля окажется в собственности муниципалитета.